Такую популярность и без того знаменитая пальма на Алии писателей приобрела благодаря своему новогоднему наряду. Золотистые шары под красными колпаками не оставляют равнодушными ни одного посетителя парка. Такой вот Новый год по-сочински. Очень классно, очень креативно. На самом деле пальма встречается гораздо чаще, чем ели в Сочи. Замечательно, конечно. Действительно, идея очень интересная. Так сказать, я так, в общем-то, Новый год в Сочи представлял. Чисто случайно зашли в парк Ривьера, удивились, что пальма наряжена очень красиво, креативно, как бы круто. Очень здорово, замечательно. Ривьера отличилась. И хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, ну и пожелать всем, чтобы чудеса свершались. Обычай наряжать елку очень давний. Ему около двух тысяч лет. А еще раньше, как утверждают историки, новогодним деревом была пальма, правда в теплых странах. В Ривьере предлагают вспомнить хорошо забытую старую традицию и увеличить количество новогодних пальм. Пальмы – это наша, можно сказать, визитная карточка. Вот даже на гербе Сочи у нас есть пальма. Елку украсить можно в любом городе России. А вот пальма, наверное, только в Сочи. Мы и дальше будем это дело только расширять. В следующем году их будет больше. И мы всем рекомендуем в этом направлении двигаться. Потому что это наши преимущества. Не нарушили здесь и привычную традицию. Вечно зеленых красавиц в Ривьере несколько десятков. Ёлки украшают каждый аттракцион. Поднимают настроение посетители и сами работники парка. С Новым годом! Для любителей пострелять в мишень здесь подготовили новые призы. Самым метким – в подарок обезьянка. Готовы ко встрече Нового года и живые символы праздника. Гостей они встречают в костюмах Деда Мороза, чем вызывают еще больше восторг. Еще одна обезьянка в местном зоопарке предстанет перед посетителями в роли снегурочки. Здесь же по соседству к новогоднему представлению готовятся млекопитающие. Участие в праздничном шоу примет и первый дельфин, родившийся в дельфинарии Ривьеры. А с 26 декабря в одном из старейших парков города заработает резиденция Деда Мороза. Сейчас ее готовят к открытию. Здесь можно будет не только поводить хоровод с Дедом Морозом, но и приобрести новогодние сувениры на рождественской ярмарке. Ну а символический новогодний волшебник уже на посту и встречает всех посетителей.